Добрый день, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете о второй заповеди «Не сотвори себе кумира». Считается ли кумирослужением следование за образом всяких звезд, можно ли быть фанатом той или иной звезды или какого-то футбольного клуба или чего-либо подобного. Вы знаете, заповедь же напрямую запрещает сотворение божества, причем божества в видимом, так скажем, в материальном виде, именно кумиропоклонства, идолопоклонства. Конечно же, ее можно распространить на звезд и на какие-то еще другие пристрастия человеческие, но, честно говоря, я бы оставил эту заповедь на том высочайшем уровне, на котором она есть. И дальше бы просто опустился бы до того, что, ну, во-первых, любое пристрастие, вот оно само по себе немножко болезненно. Вот любое пристрастие. Вот у меня мама, известная актриса, и мое детство и юность до сих пор, пока она так не стала отходить от всех этих актерских дел, прошло в постоянном столкновении с людьми, которые писали ей письма, стояли под окнами, встречали ее у проходной театра, дарили ей какие-то цветы, вот, всяких поклонников, поклонниц и так далее, и так далее. По опыту говорю вам, что в основной массе своей это были люди, особенно те, которые прямо не отступали, ну, не очень здоровые, мне кажется, психические. Вот, так что подумайте, вы хотите быть в числе не очень здоровых психических людей. Я сам с большим удовольствием часто восхищаюсь или восторгаюсь тем или иным образом, человеческим, да, или если там мои сыновья смотрят в футбол, если действительно прекрасно играют какие-нибудь бразильцы, да, это замечательное зрелище, вот, и хорошее развлечение, наверное, особенно если ты сам потом играешь в футбол, а не просто пиво с чипсами там пьешь на диване все время. Да, так что, наверное, в этом смысле любоваться неким человеческим совершенством, да, не греховно. А вот доводить это до страсти, доводить это до пристрастия, так, чтобы образ человека, который, в общем, как правило, обладает достаточно посредственными человеческими качествами, заслонял для тебя весь основной мир, а самое главное — Бога. Вот этого надо, безусловно, опасаться. И здесь уже не то, чтобы о второй заповеди речь, но, безусловно, о пристрастии, которое может быть губительным для души. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok